С тарифом и качеством воды в подсосинках нужно что-то решать. Несмотря на то, что вода здесь техническая, жители села платят за нее в два раза больше, чем горожане за чистую питьевую. Об этом сегодня шла речь на планерке в администрации района. Тариф ни мы, ни организации не утверждаем. Утвержден комитетом по регулированию тарифов, значит, им на три года. Тариф достаточно длительное время не поднимался. То есть комитет по регулированию тарифов, исходя, так скажем, из экономической ситуации, данный тариф несколько сдерживал. Поэтому такая ситуация. Повлиять на, так скажем, тариф, ну, в общем-то, мы-то, наверное, как бы вряд ли можем. Разбираем этот вопрос, рассматриваем, пути его решили. А между тем, проблемы даже с наличием технической воды в подсосинках наблюдаются уже не первый год. За примером далеко ходить не надо. На прошлой неделе сельчане начали бить тревогу по поводу того, что из крана течёт мутная, а кое-где даже и чёрная вода. Это уже через кулер у меня вода чистая идёт. То есть через фильтр, да? Да, через фильтр, да. Вот такая вода идёт чистая. А так вот, вот она вся. Вот она. Вся мутная. И на дне, и везде она идёт. Из-за этого в домах полетели стиральные машины, водонагреватели и другая техника. Стиральная машинка. Второй год подряд. Одно и то же время, грубо говоря. А её опять менять. Она полетела. Потому что делать её новую. Вот вчера достали фильтры. Они... Я могу фотографии только показать, либо они у меня в машине. Там просто ужас. Фильтром нет двух недель. Там вокруг купола, вот этот, куда входит фильтр, там вот такой слой болота, который уже спрессовался, как пластилин. Никто не предупредил. Предупредили людей выборочно о том, что будет запущена скважина. Почему так? Нет, мы не знали. Мы думаем, что там будет. Да, мы не знали. Я не понимаю. Почему приоритет? Кому-то, кому-то нет. То есть мы бы все перекрылись. Мы бы не упустили, в принципе, подачу воды. Нет, тут приоритета как бы нет. Просто-напросто местный работник, который здесь, и его работник, который здесь собирает... Вот ситуация была неприятна именно в этом. Да, это мы... Тем более мы об этом говорили в прошлом году. Вы нам не компенсируете нашу... Тем более мы об этом говорили в прошлом году. Частная организация ООО «Коммунальная служба Натальинского муниципального образования», которая заведует водопроводной системой, признает, что выбрала неверный способ решения проблемы. Я лично виноват в том, что была взмученная вода. Вот, там вот, где, наверное, два. Вот, у нас у своих длинных действительно этот факт был. Вот. Думаю, что... Не думаю. Сейчас мы выключили эту скважину. Поэтому взмученной воды не будет, но недостаток будет ощущаться. В подсосинках в дома подается техническая вода, которая не проходит никакой очистки. В селе имеются две скважины, но при этом функционирует одна водонапорная башня. Из другой скважины вода напрямую подается в систему. Ситуация сложилась таким образом, что, значит, пошло интенсивно, как скажем, жалобы от того, что воды нет. И они приняли решение, чтобы... Пусть ее лучше не будет. Вот. И они приняли решение о включении, не подумав о том, что ситуация может повториться, как в прошлом году, когда вот это произошло. Она до сих пор идет сярая вода, дом вонючий. К сожалению, это дело в плане. Проблемы с отсутствием второй башни собираются решать. Построить новую емкость на 150 кубов. Но это не точно. Я думаю, что к следующему сезону летнему башня на 150 кубов здесь должна стоять. Если она будет стоять, она, конечно, село это разгрузит. То есть, вот Сергей Иванович говорит о том, что поставим башню там и так далее. Я в этом не уверен. Почему? Почему? Потому что я не уверен, будет ли эта скважина работать. Доведем мы ее до рабочего состояния. Я вам честно говорю. Есть вариант подвезти воду из города. Для этого необходимо проложить 4 километра сетей. А это дорогостоящие мероприятия. Поэтому можно сказать, что проблема с нормальным водоснабжением в пососинках в ближайшем будущем не решится. А между тем, в селах Боковотрогского МО кубометр воды стоит максимум 38 рублей. И работы по ремонту водопроводной системы проводятся регулярно. Почему же тогда в Наталинском муниципальном образовании при высокой стоимости воды – 51 рубль за кубометр – денег не хватает элементарно на содержание имущества? В этом мы разберемся в следующем сюжете. Продолжение следует...